Субтитры сделал DimaTorzok Что, Барсик, ты как на тревоги реагируешь? День только начинается, а уже тревоги. Но мы сегодня никуда не пойдем, да, Барсик? Субтитры сделал DimaTorzok Сколько там градусов? Тридцать четыре. Тридцать четыре в тени. Я сегодня никуда не выйду с квартиры. Буду сидеть закрытая. Закрываю уже, потому что уже жара идет. Жара уже идет в квартиру, поэтому пускай лучше я буду закрытая. Время от времени открыть только так, ну как бы проветрить. И все, и буду закрытая сидеть. Сегодня у меня день стирки. Постирала вещички. Я как-то покупала голову рыбу, рыбную, такую крупную. Часть я ее отрезала, это да, уху варила, там где, ну где именно мордочка. А там возле головы был такой большой кусок. Я когда покупала, мне сразу на рынке разрубили эту голову на куски. Он говорит, что, ну там где ближе уже к туловищу, там прям такой кусок был огроменный, прям с мясом. Вот посмотрите, прям вот такие вот кусочки. Ну я их сейчас тоже взяла. Порубала, потому что там получается вот такая, как боковая часть была костная. Порубала эти кости. Вот, где-то косточка, где-то вот мякоть получается. И вот мякоть. И вот тут мякоть на кости. Ну что, лимон, как обычно, лимон, лук. Вот смотрите, я купила вот такую приправу, апельсиновый перец. Она тут сразу идет с солью. Я уже пробовала ее кое-куда добавлять. И я считаю, что это очень хорошо подойдет именно к рыбе. Здесь сразу и не надо солить. И действительно, тут вот попадаются кусочки, прям как апельсиновой цедры. Вот крупные там кусочки, это и соль, и вот апельсиновая цедра. И она в самом деле, вот вы знаете, так вкусно. Так что, если где-то увидите, можете такое брать. Проверено. Ну, на мой вкус, мне нравится. Вот постоит сейчас немножко помаринуется. Сейчас его так еще помну чуть-чуть между собой. И все, сейчас пожарю такие вот кусочки рыбки. Конечно, при такой жаре только стоять возле плиты. Ну, а что делать? Кушать-то надо. Кушать же надо все равно что-то. Вот, поэтому так помаринуется пускай. Вот так чуть-чуть пожарю. Что, моя зяйка? Жарко, да? Жарко. Жарко, моей маленькой. Жарко. Да. Кушать даже ничего не хочется. Вкуснейшая рыбка. С лимоном, зеленью, с лучком жареным. А со свежими помидорочками. Супер-бупер. Вот такая вот рыбка золотая. Небо затягивается облаками. Только что посмотрела на победе. Пылевые бури. Это ж надо. И вроде бы как по прогнозу надвигается дождик. Ну, немножко дождика нам, конечно, бы не помешало. Хоть немножко бы. Было бы. Хорошо бы. А я что делаю? Да сидела тут немножко строчила. Уже потом как-то покажу результат. Ну, что, взялась-таки я шить вот это платье. Нарисовала такую простецкую выкройку. Но тут мне, в принципе, не нужен особый какой-то фасон. Ну, что там, под горловинку вырезать. Рукавчики. И все тут немножко по поясу подсобрано будет. Так что я начинаю потихоньку раскраивать. Когда сошью, тогда сошью. Может, сегодня и не получится. Нету такой цели. Ну, расцветка обалденно красивая, конечно. Помощница, да? Мила, чтоб я без тебя делала. Что я не делаю, она везде приходит, помогает. Да? Правильно, чтоб ноги были чистые. А то ты мне он платье испортишь. Давай, мой, мой свои ножки. Милочка. Мил. М-да. Все изнывают от жары. Да, Барсик? А представьте, если б на нем еще та шуба была, которая раз в пять больше. Да? Скажи, мне и так жарко. Да, зайчик? Вечер, а не грамма прохлады нет. Что-то говорили. Где-то там бури какие-то пылевые. Где-то там говорили, дождь будет. Да? Даже намека нет. Да, медвежонок? Медвежонок. Медвежонок. Мишка. Ты мишка? Ой, такой вот мишка. Ой, Боже, Барсик. Вот тебе и. Еще и тревоги. Я даже не считала, сколько их сегодня было. Я не поняла. Думаю, вроде тревога уже была. А оказывается, была. Потом отбой. И буквально минут через пятнадцать еще тревога. Такие что-то, наверное, серьезное. Ну, что, дело к вечеру. В городе у нас, ну, так, видите, относительно спокойно. Что впереди ночь будет, непонятно. А так, жарко. Должен был какой-то дождик пройти, не знаю. Ну, там, где я живу, дождиков не было. И мне звонили с другого конца города. Тоже сказали, нет, нет, не было дождя. Так что, может, он где-то и был, но какого-то другого края коснулся. Отключение электроэнергии. Да, я разговариваю с людьми с разных районов города. У каждого свой график. Вот у меня завтра на работу. Тоже мы уже согласовали, как мне лучше выйти. В связи с этим графиком. Потому что, когда света нет, уже нет смысла и работать. Так что тоже вот так, на связи. Ну, так, так вроде все нормально. Пока. Слава Богу. Всем мира, всем добра. Слава Богу. Слава Богу.